всем всем большой привет долгожданный я знаю что это очень долгожданный отчет для тех девочек которые следят за project пеном за двумя моими проектами и я уже в прошлом отчете говорила что так получилось что основной проект вот этот который я хотела до использовать до конца продукты он у меня отодвинулся вторым проектом который я хотела просто новые продукты затереть до серединочки ну вот как то так тот проект просто рулит а этот как-то отложился возможно он в сторону ушел потому что в прошлом году эти же продукты также участвовали они мне поднадоели но небольшой результат есть девчонки подгоняют горы цвета ну пора сдавать отчет хотя многим это не нравится от эта фраза сдавать отчет перед кем вы отчитываетесь но это такая игра на самом деле игра уровень пройден два месяца про пользовалась продуктами пора посмотреть что же мы до добились чего я достигла я думаю на следующий год не просто я буду вести проект project pen мы на телеграм-канале все но кому будет интересно это начнем такой проект с отчетами я думаю это будет супер вот сейчас как пустые баночки мы с вами собираем кто не подписан на мой телеграм-канал и тоже хочет поучаствовать это действительно очень интересно показывать новые продукты рассказывать свое мнение где-то показать пустые банки в конце каждого месяца рассказать что понравилось что не понравилось что рекомендуете чего нет потому что такое хорошее идет общение девчонки очень этому довольны и действительно многие покупают то что порекомендовали потом говорят спасибо ну то есть это действительно интересно но сейчас речь не об этом сейчас давайте фотографию посмотрите всего 70 единиц участвовала 4 отчет за три отчета всего 12 пустышек вы их видите что-то закончилось в рефилах потому что каждый рефил это единица поэтому вот перед собой вы видите 12 средств давайте посмотрим что же за 4 за 8 месяцев за четвертый отчет у меня получилось те продукты чтобы не было скучно которые у меня в эти два месяца не шевельнулись или шевельнули совсем чуть-чуть я буду показывать фотографию на начало проекта так будет интересней и конечно же первое что у нас выходит на арену это большая палетка от и фраше до которой я не дотронулась хорошо если я один раз делала макияж вот этим вот оттенком помада для губ да но в целом нет так она у меня и пролежала если посмотреть на начало года конечно же тут есть изменения где-то затерлась где-то закончилась я думаю что за последние четыре месяца я постараюсь здесь сделать еще хотя бы две пустышки это очень важно для меня мне хотелось эту палетку вообще закончить за один год но получается даже за два года я ее даже до половины не дотерла ну вообще вот этот рефил вы знаете я перепрессовала это другой продукт на самом деле это пустышка если вот взять лично эту палетку но бронзеров опять же набрала столько что пролежал опять же лежит пока в сторонке но ничего если я вам показываю там где нет результатов это означает что есть те продукты где результат хороший поэтому мы не расстраиваемся давайте я покажу несколько всего чтобы уж сильно не надоедать помада помад я набрала так много что не надо было еще и жидкие туда же они красивые жидкие помады я в восторге вообще от них подождите салфеточки принесла любимая фраза блогеров сейчас я пошел шуфу как же не пишу шута без шуршу у нас никак ну и по теням конечно же вот этот мне хочется закончить он еще и такой красивый и сейчас я ему буду выделять время потому что ну сейчас покажу почему кстати и тут тоже прямо парочку покажу потому что они похожи друг на дружку она вот и румяна мне хочется тоже показать ну в общем вот еще разочек давайте фотографию рядышком пока вот так но сначала года в любом случае результат виден вот он мой любимый у меня не спит люся может начать поплакивать максим уже ушел в школу я в 8 утра снимаю дениска ты еще у меня в кроватке вот то есть меня я к тому что никому обезвредить она пока кружит рядом ну попробуем чтобы она не отвлекалась так по этой сделали я постараюсь так мои грустненькие маленькие пустышечки распределить по всему ролику чтобы было не скучно но теперь давайте пустышку покажу но она должна была стать пустышкой я уже в прошлый раз ее показала вам пустой это что остатки я переложила в отдельную баночку и конечно за два месяца это закончилось тут оставалось можно сказать совсем капелька это база ты вон который я хочу похвалить она действительно очень очень хорошая так что вот такая большая пустышечка появилась не трогала эти два месяца но если брать вообще эту пудру за весь 22 год то есть тот результат первые четыре месяца я и активно пользовалась и сейчас у меня пудра которая в использовании я все-таки надеюсь что она когда закончится я начну поактивнее использовать то что у меня вокруг две пудры в двух проектах вот надо их эти кругленькие использовать дальше давайте лаки покажу один лак у меня был от иван он сейчас на ногтях в два слоя один слой как-то чуть-чуть плюшевит и обычный один все равно наношу как-то так побледнее сегодня сделала два лак нескончаемый на самом деле вот вот это вот расстояние которое в этот раз я отметила все-таки он убыл но я им пользовалась мне кажется 45 раз а вот когда еще и в два слоя но можно подумать да что должен быть поактивней и со дна уже не очень легко доставать приходится вот например положить вот так флакон и там вот ковырять но тем не менее так 1 этот лак я не отмечала но чтобы закончить еще один сейчас я вам его покажу я второй лак переливала в этот их между собой перемешивала было прямо много и вот все вот это вот я опять до этой метки использовала тоже очень сложно вот эти вот последние крошечки вот отсюда изъять потому что там как минимум два шарика еще плавает то есть я не знаю смогу ли я вообще тут еще что-нибудь но может один еще макияж и в следующий раз покажу как пустышку пока все-таки на дне и лак который у меня закончился лена мне дарила это железная твердость называется и вот вот такое количество которое я все прямо чтобы до дна полностью использовать переливала в тот и использовала вы его постоянно видели на мне и очень многим нравился вот этот вот ракушечный эффект давайте поближе покажу потому что это все уже пустышечка так номер тут есть но если есть тоже вот так покажу увидите не знаю если они сейчас продажи тем не менее лак был замечательный и он стал пустышкой люблю выделять зону для пустышек как-то зрительно лучше видно границы то что ничего не перемешивается далее давайте покажу базу еще одну она у меня и используется и подсыхает одновременно поэтому фотку я конечно вставлю но тут активно сейчас я и пользуюсь активно в любом случае она и подсыхает и становится более плотнее погуще пока не закончится я до конца года ее так и буду использовать и она дает очень хорошенькое такое осветление и подсвечивание давайте он даже покажу вот видите она какая светлая и увлажняет и подсвечивает очень хорошо она идет нас лица которую нужно подсветить хороша как консилер в использовании давайте вот здесь поставлю далее в разнобой показывать так и буду продолжать чтобы было интересно то я сейчас начну это не пользовался кто не пользовался а так поинтереснее все-таки когда еще одни жидкие помады блески это вот эта милейшая сова от пупа и башка дарила вставлю на начало года как было если сравнивать с началом года то очень хорошо убавилась и видно что блеск розовый хорошо убавился из прошлого раза очень часто пользовался вот этим блеском пользовалась вот этой помадой но тут не дошла я не докопала донышко не встретила но использовала вот эту помаду в эти два месяца а блеск то активный не хотелось его на самом деле закончить но не получилось то есть вы видите разницу на начало года и сейчас блески я не буду делать сочи помадки покажу люблю я эту сову у нее еще аромат просто вот бесподобный тут плохо подцепилась жадненькие такие сочи получились дальше палетка которую я очень хорошо использовала в первые четыре месяца даже наверное в первые полгода в эти два месяца я ее не не использовала эта палетка от catrice 4 ой 33 пустышки у нее уже есть сейчас покажу вот так и давайте внизу я покажу как было на начало года с прошлым отчетом практически ничего не изменилось 1 2 макияжа может я сделал это незаметно а вот показать общий результат было бы наверно интересно сразу сделаю сочи наверное я ее стала отставлять в сторону потому что я понимаю что до конца года ее закончить нереально использую эти продукты как тени и может это основная причина почему я ее стороночку как-то это положено так здесь покажу сейчас на загорелом то очень красиво лице у меня не знаю говорить или нет еще вообще ничего не решила по моему желанию я могу поехать на волгу и не ехать я не знаю еще вот поеду я или нет если я буду делать макияж на камеру я расскажу поподробнее к родственникам в гости если я поеду то возьму с собой именно project pen потому что сейчас новиночки отвлекают от проекта конечно же хочется пользоваться больше ими но если возьму то будет наверное интересно использовать побольше так не трогала это стеллари также покажу просто на начало года и сейчас наверное эта палетка всех меньше у меня в руках была в этом году тут румяна то конечно не так их много но во втором проекте я просто устала биться с одними румянами мне кажется эти бы уже закончились за то время которое я просто вот веду какую-то борьбу вот такая парочка больших объемов и сразу давайте эстрады покажу тоже хайлайтер который у меня так в стороне пролежал хотя его более наверное реально использовать было знаю как то вот не то поднадоел хотя он очень красивый и мне он очень нравится но пользуюсь побледнее и поинтереснее как мне кажется которые нам не смотрятся мы покажу в следующем проекте там будет поинтереснее вот со всеми вот этими продуктами для лица так теперь что-то более веселенькое мы переходим я так думаю еще к теням забал это палетка кремовых текстур которую я использую как базу здесь очень даже неплохие результаты хотя никаких пустышек нет вот так покажу давайте фотографии вставлю вверх дать его так я поменяю местами сначала я вам покажу как верхний ряд изменился от начала года видно что фиолетовый вот этот первый оттенок я использовала очень активно наверное я всех чаще именно его использовала в макияже видно давайте низ теперь посмотрим а здесь тоже первый оттенок чаще использовал за последние два месяца ну а так вот все наверно одинаково да как тут покажу сводчи некоторых оттенков какие-то подсыхают а какие-то еще очень даже неплохо себя чувствует вот этот вот синенький на нет вроде нормальный давайте вот этот фиолетовый у меня прямо очень часто в макияжах их можно вообще вот так вот на руках показать но очень вот палетка вам показала она была практически такая только начата сейчас кроме одного оттенка во всех остальных донышки то сверкают так где мы посмотрим вот как база они отлично сидят на них хорошо любые тени ложатся мне нравится и растушевываются хорошо их можно и самостоятельно носить но мне больше нравится именно как база тени которыми я пользовалась раза два три я не думаю что здесь будет какой-то результат я им если пользоваться вот с этого края прямо активно использовала но мне кажется тут ничего не видно все как было так и осталось в целом такая тенюха я сейчас покажу куда вообще мои силы все уходили и сразу также покажу палеточку который я также пользовалась но опять же два-три раза и все я не помню как я ее фотографировала так или так тут бы вот этот розовый прямо остаточки до использовать но я силы на другое использовала какой тут оттенок то вот этот наберу и вот этот остальные бледненькие их будет не сильно видно вот это вот две слабенькие палетки которые у меня вообще мне кажется лишние в этом проекте оказались но оттенки прям бесподобные я была уверена что я их буду часто использовать потому что люблю так теперь давайте победы переходим к победам палетка стеллари она у меня уже вот один рефил закончился в прошлый раз давайте вот так и сейчас закончился второй оттенок фиолетовый серединке вот на него я очень много потратила времени и сил он у меня прямо настолько не хотел долго заканчиваться что я с ним и билась и билась и вот я не помню у меня жидкие тени были в этом проекте или в следующем если вдруг в этом двое жидких теней то они вообще не использовались практически если в следующем то покажу в следующем забыла не помню на самом деле где у меня жидкие тени должны были быть хотя думаю это наверное следующий проект так помещаемся в порядке далее из всех карандашей которые я брала с собой да не вижу здесь жидкие тени значит в следующем хорошо просто их не приготовила сейчас вспомнила про них из карандашей у меня все закончилось вот три крестика остался только карандаш для бровей от faberlic я знаю что он на самом деле вот отсюда идет но я каждый раз отмечала вот от этого хвостика и сейчас вот такой я не буду вам тут доказывать как я там прикладываю ну вот как бы каждый раз когда я прикладываю вот расстояние вот такое уже стало то есть он убавляется но я не знаю успели я его до конца года потому что при частом использовании вот вы видите расход такой очень скромненький получается поэтому карандашик пока остается дальше в использовании и наверное мы переходим к помадкам остались у нас одни помады с одной стороны пустышка тут оставалось совсем чуть-чуть но когда это чуть-чуть осталось помада стала прямо быстро быстро подсыхать и буквально вот вчера я хотела отметить сколько тут прямо на донышке осталось и поняла что в принципе тут отмечать уже нечего сверху она подсохла и я настолько прямо яростно и и пыталась оттуда повыковыривать вынула ограничитель вот эти вот прямо густые что вот под этим были что сломала даже спонс что в любом случае вот она пустая я и пользовалась можно сказать я ее закончила но частично она и подсохла вот то что было под ограничителем ну не обязательно ждаю и вылизывать прямо до дна в любом случае она закончилась я использовал не ударила лера за что огромное огромное спасибо еще одна пустышка я вам не сказала что тени закончились но не положила вот складываем то есть вроде бы плохие результаты ну как бы слабенький если брать от начала года то неплохо а если брать вот за последние два месяца больше я обращал внимание на другой проект но при этом в этом проекте тоже что-то и шевелилась да поэтому сказать что совсем все плохо тоже не скажешь по помадам boost которым я практически не использовала потому что опять же цветной бальзам шел другой из другого проекта мне он больше нравится от его мозаик ну вот надо бы его тоже активно использовать чтобы не пришлось мне с ним расставаться так а вот куда мне давайте я так помадки буду выстраивать чтобы они были видны арифлейм белый колпачок использовала а давайте я знаете знаешь как сделаю но это бальзам ладно пусть так а вот остальные я буду открытыми ставить вот так осталось в этот раз я не стала отмечать но на самом деле я им пользовалась и тут чуть-чуть то можно было бы конечно как-то отметить ну нет если прямо нет почему-то не видно чтобы убавилась хотя в использовании это было давайте вот так дальше the one закончилась beauty care вот эта помада который очень хотела успеть закончить но не успел вот сколько осталось ее как она у меня хорошо ушла вот за эти два месяца я ее и на юг брала и сейчас как-то она у меня под фиолетовый то оттенок который я заканчивала стеллари хорошо шла ну в общем вот я надеюсь что в следующий раз она меня порадует в пустышках серебряный колпачок я называю эйвон это не сегодняшняя линейка это та которая эйвон вывел сегодня отметила немножко чуть-чуть очень люблю эту помаду у нее восхитительный аромат еще и тут многовато конечно но если в целом смотреть как на огрызочки да вроде всего по чуть-чуть люкс и вон люкс это и наверное всех больше осталось какая-то роза называется чуть-чуть отметила в этот раз тоже немножко но вообще в целом видеть они как бы все по чуть-чуть не надо убирать этой всех больше сейчас покажу ту который всех больше вот это самая большая я ее изначально брала с разводами в этот раз не отмечала в прошлый раз видите она убавилась прошлый раз она у меня самая большая может поэтому она у меня в сторонке чаще остается как бы я понимаю что я ее использую не успею вот такая помадка ладно пока стоит и последняя которая тоже могла бы быть в пустышках но вот так и и осталось это faberlic она очень плотная жирная и я ей не пользовалась именно потому что она плотная на лето такая не подходит вот сейчас начались холода и я очень надеюсь что она пойдет я ее даже сейчас прикладывать не буду она пачкает видите это даже корректором затирала чтобы это ее кажется больше потому что тут еще пластиковый вот ограничитель если прикладывать по нему то вот так вот осталось ну в общем вот такая еще тоже малявочка давить получается тоже малявочка так что у нас тут клуб очки нажила клуб очки ну и по результатам за четвертый отчет 4 пустышки выходят уже всего 16 пустышек от 70 конечно маловато впереди осталось 4 месяца это очень маленький срок 4 месяца но с другой стороны если брать вот тут 4 месяца тоже же было до за первые два отчета то 10 было пустышек поэтому ну вполне возможно что еще и 10 пустышек даже будет впереди ой какие у меня желания на следующий отчет на помады под наличь именно вот beauty care закончить хотелось бы faberlic закончить и блеск не хочется все таки вот этот светленький закончить хоть один лак но закончить потому что меня сестра уже говорит что приходите сделаю наращивание приходи на гель а у меня лайки у меня еще большая коллекция лаков я пока вот как-то сама лично не не могу созреть на ногти но как бы я понимаю что будет красивее чем сама лаком пользуешься ухоженные более будут подлиннее как я люблю но пока мне хочется все равно продолжать с лаками девочки часто спрашивают почему ты не ходишь к сестре но вот прямо хочу лайки хотя это много возни стирать помыл посуду опять ногти в порядок приводить но пока вот нравится эта игра ну и хотелось бы по теням как-то вот пустышечки уже видеть потому что стеллари я все-таки до использовал коричневый там я вряд ли до конца года справлюсь он бесконечный ну углублю может быть ну вот перейду к следующим теням которые хотелось бы подзакончить на этом все вот такой отчет из 70 продуктов ну еще 54 осталось буду дальше использовать в любом случае пустышки есть проект продвигается результаты есть если смотреть на помады то в принципе стоят одни огрызочки которые можно можно еще подубавить еще что-нибудь ладно буду с вами прощаться всем хорошего настроения следом за этим проектом выйдет отчет второго проекта может быть не сегодня завтра может быть даже сегодня к вечеру как пойдет вообще снимать буду сегодня и потом будет с покупками ролик вот это прогнозы на ближайшее время но теперь все точно всем пока до новых встреч